Всем привет из Канады! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я покажу вам обувь. Как вы знаете, на зиму хорошая теплая обувь, удобная. Это одна из самых важных составляющих вашего гардероба. Даже не так с точки зрения фэшн, как с точки зрения удобства и безопасности, я бы сказала. Потому что зимой скользко, зимой снег, зимой нужно быть хорошо экипированным во всех, так сказать, частях тела. Как сверху, так и снизу. И вот обувь это как бы одна из самых важных моментов. Я говорю это с точки зрения человека, который живет в Канаде и знает, что такое холодно и что такое скользко. И вот я вам сейчас показываю. Это канадский бренд. Называется Sorel. Я вам, по-моему, уже про него рассказывала. Очень качественная, очень теплая обувь. Самая любимая среди канадцев. Кстати, то, что я вам сейчас показываю, это вообще такая самая типичная обувь на зиму, которая продается в Канаде. Мы сейчас говорим не о красоте, даже не о моде, не о стиле, а мы говорим о удобстве и безопасности. Потому что зимой скользко, опять повторюсь, зимой снег, зимой сугробы, зимой ветер. И вот все это как бы приводит к тому, что люди думают о том, как бы сделать так, чтобы не упасть, ничего себе не сломать, нигде не поскользнуться. Поэтому вот такая обувь, это самая популярная обувь, которая продается в Канаде и которую все покупают обязательно. И все имеют такую обувь. И даже у меня она есть, потому что, несмотря на мою любовь к каблукам и к фасонам, что делать? Жизнь диктует и накладывает свои, так сказать, отпечатки и погодные условия. Ничего тут с этим не поделаешь. И вот я снимаю здесь ряды, ряды и ряды. Вот в этом магазине просто неимоверное количество и выбор вот именно этой обуви, потому что это то, что нужно нам зимой. И вот самые такие типичные такие сапоги, валенки, вот видите, они внизу прорезиненные, а сверху они иногда бывают сделаны из ткани или сделаны из баллони. Вот на этикетке нарисовано, на какую температуру они, так сказать, подходят. Видите, минус 20 градусов, минус 30 градусов. То есть сделаны они в Канаде, поэтому стоят они, в общем-то, недешево, как вы видите. Но люди стараются покупать такую обувь где-то в конце сезона, если что-то остается, потому что, конечно, тогда немножко это дешевле. Ну и, естественно, всеми любимые уги, или как у нас они называются, акс, а по-русски они называются уги, насколько я знаю. И они тоже в наших магазинах представлены, всех цветов, всех фасонов, высокие, низкие, разные, так сказать, форматы их. У меня тоже они, конечно, есть, потому что без них никак зимой у нас. Кстати, вот очень интересные уги, вот такой совсем нетипичный для фасона уг, они не только делают вот эти вот замшевые меховые валенки, они также делают, видите, кожаную обувь. Я, кстати, долго присматривалась к что написано на подошве и не могла понять, это кожаные ботинки или не кожаные. Видите, тут много всего написано, в основном описание о том, что там внутри, из чего сделана как бы внутренность этого ботинка, но я не могла найти, как бы сделан ли он из кожи. Я надеюсь, что да, потому что, во-первых, бренд Акс, он довольно такой известный, делает такую хорошую качественную обувь, в основном из натуральных материалов. Тоже вот такого типа обувь, обратите внимание, кстати, на рифленую подошву обязательно, потому что, опять же, по скользким поверхностям, по льду в другой обуви ходить, в общем-то, затруднительно, а вот эти вот толстая такая подошва, рифленая, это то, что надо на зиму. И всякие варианты, видите, вот здесь тоже на этикетке прописана температура, что их можно наносить до минус 20 градусов, эти сапоги. Дело в том, что как бы кажется, что у нас тут все на машинах, но я вот, например, я просто живу в маленьком пригороде, поэтому у нас все на машинах, и пешком-то особенно люди не гуляют. Ну, например, вот в Торонто, в центре, и не только в центре, люди очень часто пользуются общественным транспортом, метро, трамваи у нас там ходят, автобусы, поэтому люди очень обращают внимание на обувь, на одежду, в которую они ходят зимой, потому что до остановки этого автобуса нужно дойти, или трамваи. И иногда бывает, что нужно идти минут 20, например, по скользкому замерзшему снегу, или по льду попадаются, знаете, такие всякие коварные замерзшие лужицы, которые, в общем-то, на которые можно очень хорошо навернуться, и не дай бог себе что-то сломать. Поэтому вот хорошая такая правильная обувь очень важна. Ну, как видите, продается не только обувь такая, такая чисто зимняя, есть вот такие вот обувь, которые, в общем-то, зимой так обувь нужно ходить только в помещениях у нас, или в машине ехать, совершенно такие, знаете, даже не замшевые, не кожаные сапоги-батфорты, вот эти высокие, сделанные из такой ткани, тоненькая подошва, в общем-то, не очень практичные, но на весну и на осень их можно носить, зимой-то, конечно, нет. Ну, и вот это уже, можно сказать, фасонная обувь, тоже такие батфорты, но, заметьте, кстати, тоже подошватка рифленая, довольно толстая, и вот каблучок, пошли каблуки, опять же, не для улицы и не для зимы. Я ношу такую обувь зимой, ну, не такую, а подобную, потому что, опять же, я на машине, но я вам даже хочу сказать, что я, допустим, вот, дома-то я сажусь в гараже, выезжаю из дома, а когда я приезжаю на работу, я паркуюсь на парковке возле здания, где я работаю, и мне нужно, как бы, дойти до крыльца, чтобы зайти внутрь. Иногда этот путь преодолеть на каблуках просто невозможно, несмотря на то, что наша администрация все посыпает солью всегда и расчищает снег. Ну, вот, как ни странно, ну, не всегда они успевают это сделать, конечно, иногда я выхожу из машины, как корова на льду на своих каблуках, и разъезжаюсь прям тут же, тут же у машины. У меня ноги разъезжаются в разные стороны, и я, в общем-то, почти на четвереньках-то ползаю до входа, поэтому я, как бы, стараюсь, конечно, по погоде всегда носить обувь, но не всегда угадываю, как бы. Вот, кстати, самые такие модные трендовые сейчас сапоги на шнурках, на толстой-толстой такой платформе. Я не знаю, как они в удобстве, это компания, бренд, по-моему, Стив Мэдден или Мэдден, да, Стив Мэдден, не вижу, простите, может быть, я ошибаюсь. И, как бы, вот, например, вот такие ботинки тоже очень трендовые, это прям тренд-тренд, на них тоже много чего написано, они все водонепроницаемые. И, кстати, вся обувь, которую я показывала, на них почти на всей обуви, кроме вот этих вот ботфорд из тряпочки, написано, что это водонепроницаемая обувь. Даже вот на таких вот фасонных ботинках, вот это бренд Сэм Эдельман. Я, кстати, вам показываю цены, я надеюсь, что вы их видите, я их не озвучиваю, вот, допустим, 250 долларов стоят эти ботинки. Очень дорого, я не знаю, почему. Ну, наверное, кожа, конечно, видите, очень аккуратненько, хорошо сшит, и Сэм Эдельман, это не самая супердорогая компания, но, вот, видите, как, тем не менее, довольно дорого они стоят. Они из белой, они из черной, это такие челси на такой толстой, толстой подошве. А это очень-очень популярная в Канаде компания Timberland, не только в Канаде, наверное, я думаю, что много где. Такие грубые ботинки, знаете, сделаны под рабочие ботинки для рабочих, которые работают на улице. Это желтые замшевые ботинки на толстой подошве, очень популярны, очень модны среди нашей молодежи, не только. Очень миленькие, хорошенькие такие ботиночки. Тоже написано, что они водонепроницаемые, несмотря на то, что они замшевые, и температура до 24 градусов минус, они могут выдерживать. Мех, по-моему, ненатуральный. Компания, это, по-моему, канадская, Когур называется, и они, в общем-то, тоже довольно популярны, довольно известны. И вот такой типичный сапог, прощай молодость, если вы помните, на замочке спереди. Но модифицированный под современные реалии, тоже написано, что они водонепроницаемые, стоят они 180 долларов, есть коричневые, есть черные. А это уже пошли такие более фэшн ботинки, так скажем. Ну, не то, что фэшн, вот те вот черные и белые на такой толстой подошве, это был тоже очень фэшн, очень современный, очень модный стиль. А это такой стиль, который на все времена и на все, так сказать, на все возраста годится. Это ботиночки Челси, очень классические, очень симпатичные ботинки Челси, на небольшом, очень удобном каблуке. Компания Франко Сарта, это кожаная обувь, конечно, сделана из кожицы, она так не смертельная, в принципе, вполне такая подъемная. Но это, конечно, тоже осенняя больше обувь, чем такая зимняя-зимняя. Вот, тоже такие, знаете, абсолютно такие нейтральные, на удобном каблуке, 150 долларов. На них еще есть скидка 25%, что всегда приятно. Ну, и это, конечно, уже фэшн-фэшн. 90 долларов. Это уже такая история праздничная, рождественско-новогодняя эдишн, так сказать. Их выставляют вот к праздникам, такие ботинки. Это тоже, конечно, безусловно, праздничные выходные. Такой сапог-чулок с блестками на пятке, на высоченном каблуке. 160 долларов. Вот это тоже компания Стив Мэдден. Не дешевые для тряпичного, в общем-то, ботинка, которые очень-очень по случаю можно носить. Совсем даже не на каждый день. А это уже история на каждый день. 129 долларов. Это компания Найнвест. Плюс 40% скидка на нее. Хорошая вполне цена. Такие, знаете, под крокодила. Очень нейтральные, серые такие ботиночки, симпатичные. Которые вот как раз-таки, да, можно носить на каждый день. Вот подобные черные, но это другие. Это не Найнвест. Очень удобный, устойчивый каблок. 140 долларов они стоят без скидки. Но такой совершенно нейтральный черный цвет. Ну и куда же нам без мартинцев, знаменитых, известных мартинцев, которые я не ношу, не люблю. Не понимаю, что в них такого замечательного и прекрасного. Они неудобные, на мой взгляд. Они не очень красивые, на мой взгляд. Они укорачивают ногу, по-моему, портят вид любой одежды. Но неважно. Вот они есть розовые, белые, черные, блестящие, лаковые. Особенно розовые, конечно, хороши. А это уже более такая дешевая версия, тоже Доктор Мартинс. Они больше похожи на какие-то кеды, вот такие вот, типа Челси, такие очень скромненькие, на плоской такой подошве. Это тоже мартинсы. Сделаны тоже фасон Челси, но без шнурков. Но, в принципе, по этой подошве довольно-таки узнаваемые мартинсы. Белые и черные, сделанные из ткани мартинсы. Такое, знаете, выглядит немножко, как будто бы кеды такие, но видно, что они теплые. Внутри такие с утеплением. Замечательно, прекрасные. А это тоже мартинсы, тоже Челси. Но в них внутри сделан мех. С мехом внутри. Мех тоже искусственный. Они, конечно, довольно теплые. В них тепло. Стоят они уже 220 долларов, немножко подороже. Ну и мех, конечно, утепляет это все дело. На зиму прекрасно. Вот такие же тоже с мехом, только уже на шнурках. Тоже за 220 долларов. Да, доктор Мартинс. Как бы удобная, наверное, подошва. Не знаю, не носила никогда я мартинсы. Я думаю, что удобная подошва, потому что плоская и без каблука. И вот посмотрите на эти стразы прекрасные. Бриллианты в золоте. 110 долларов. Это дочерняя компания фирмы Стив Мэддон. Молодежная их линейка. Ну, красота же, да? Что тут скажешь? Не прибавить, не убавить. Они же такой же, та же компания. Эти немножко подешевле, но без бриллиантов, конечно же, они стоят чуть-чуть поменьше. Тоже такой большой высокий каблук, высокая платформа. Очень фэшн. Такие вот нейтральные ботиночки. Колод Спринг. Это тоже наша такая, по-моему, местная компания. Не очень дорогая. Я бы сказала, такая бюджетная. Вот, по-моему, их же. Да, их же такие ботинки. Это 90 долларов. Да, и 50% скидка на них. То есть, 45 долларов можно иметь вот такие вот прекрасные ботинки с прекрасными золотыми цепями в качестве фурнитуры. Это тоже очень симпатичные. 120 долларов стоят. Модные, современные, красивые белые ботинки. Ну, и теперь перейдем к стразам, блескам и бриллиантам. Значит, почему это находится у нас сейчас в магазине вместе с зимней обувью? Дело в том, что зима – это сезон праздников. Это Рождество, это Новый год. И, естественно, люди празднуют, естественно, какие-то партии, вечеринки, корпоративы. Всем нужна нарядная обувь. Всем нужно блестеть, сверкать и искриться. И всегда зимой у нас вот в любом магазине есть отдел вот такой вот обуви на выход, что называется. Такой, знаете, супер-супер блестящих и таких ярких туфель, лодочек, босоножек. В общем, в разных вариантах. Блестки и стразы разных вариантов. Стоят они, ну, от где-то 60-70 до беспредела. Это, так сказать, 100-долларовые вот такие босоножки. Это, я бы сказала, что это бюджетный вариант. И вот посмотрите, какие туфли-золушки. Они, конечно, это, по-моему, Дженнифер Лопес, да, фирма от самой Дженнифер Лопес. Или, может быть, чьи-то другие. Я не знаю, не вижу. Но они, конечно, прозрачные, с бантиком из блесток. В общем-то, конечно, самый-самый такой кич-кич-кичевый. Но блестящий, красивый. Эти немножко подешевле. Они по 80 долларов. Кстати, очень удобный низкий каблук. И обратите внимание, я хочу сказать, что каблуки есть от самых высоких до вот таких вот практически плоских каблуков. То есть, если вы не терпите каблуки, но вы хотите блестки и сверкания, то вы тоже можете найти себе обувь по вашим каблукам. И вот даже вот на танкеточке, на такой небольшой. Хотя это, в общем-то, не очень сейчас модно. Но, тем не менее, имеется. Ну, а это уже не блестки. Это просто яркие такие туфли. Вот эти вообще такой со скрытой танкеткой. Это привет 2000-е. Начало 2000-х. Вообще поражена я, что они до сих пор где-то имеются. И тоже рядом стоят совершенно-таки очень трендовые. По-моему, Prada задала вот этот вот тренд на вот эти вот туфли на таком толстом платформе и толстом каблуке а-ля 70-е. Немножко вот вам еще блесток стразов и туфлей цвета жвачки. Bubble gum это у нас называется. Яркие-яркие, такой розовые. Совсем они дешевые, стоят 60 долларов. На них еще, по-моему, 30% или 50 сейл. Вот на многие из них, видите, сейчас идет скидка 30%. Что приятно. Ну, и теперь я отправилась в отдел распродаж. Ну, и как уже то, что у нас привычно, можно сказать, полупустые полки. Я даже удивлена, что в магазине было достаточно много обуви. У магазин был достаточно наполнен. Много было размеров. И я пошла в распродажи, а тут уже вот как наши, как бы, дефициты канадские. Полупустые полки выбора очень-очень мало, потому что все, что на распродаже, раскупается, разбирается невероятно. Особенно сейчас, перед Рождеством, как-то сумасшествие с подарками. Поэтому, в общем-то, все, что чуть-чуть подешевле, улетает просто вообще со свистом. Ну, вообще, конечно, это такая картина, очень удручающая этих пустых полок. Я, наверное, сделаю видео целое на эту тему о наших канадских дефицитах. Что у нас, в общем-то, сейчас какие-то вообще странные процессы происходят. Вот нужно, так сказать, побегать, чтобы что-то купить. Даже вот из довольно необходимых вещей. Ну, я об этом расскажу, наверное, в следующем видео. Понравились мне вот эти ботиночки. Они сделаны такой под змею, под питончика, под удава. 100 долларов они стоят. И написано, что скидка на них вот синего цвета. Вот видите, а здесь написано как раз вот та система, что, допустим, каждый цвет означает количество процентов, которые над скинутся. Цены вот у них, значит, 50 процентов. То есть, стоят они 50 долларов. Ничего себе, такие симпатичные. Я их примерила. Они довольно удобные. Я в них погуляла, походила. Выглядит неплохо, кстати. Не нужны они мне, честно говоря. Есть у меня обувь. Достаточно у меня обуви. Много у меня всяких ботинок и сапог. 50 долларов это не очень много. Но и немало, в общем-то, просто так покупать. Тем более, что они, в общем-то, не кожные, я думаю. Я не могла нигде найти их состав. Я извертела их со всех сторон. Но так и не поняла. И, конечно же, куда нам без резиновых сапог? Это обязательная обувь в каждом доме канадском. Каждой канадской женщины и даже мужчины носят у нас резиновые сапоги. Я вот не ходила в мужской отдел, но я уверена, что там тоже есть резиновые сапоги. Обязательно у нас у всех. Это какая-то такая, знаете, вот почему-то здесь... Ну, я понимаю, почему. В дождь, в слякоть, когда не очень холодно, то, в принципе, это удобная обувь. Ну, что ты скажешь. Положим шлепать то, что надо. Поэтому чего тут стесняться, так сказать. Но вот эти какие-то еще такие интересные. Они внизу резиновые, сверху из какой-то ткани. И, видимо, у них какая-то история есть с тем, что они и на холод, в общем-то, хороши. Вот прям такие симпатичные. Даже такие челси. Это компания Hunters. Hunters. Компания Hunters это... Вот, кстати, калоши же от них же на меху. Так вот, компания Hunters это у нас в Канаде такой Rolls-Royce резиновых сапог. Вот так вот выглядит их название, их лейбл. Это самые такие дорогие, самые популярные. Все как бы вот должны иметь такие сапоги. В каждом доме каждая уважающая себя женщина должна иметь Уги и Hunters. Обязательно. Немножко подсняла вам тут сумочек. Но сумочки, кстати, они продают сумки от бренда Aldo. Я удивилась, потому что я думала, что Aldo продают только в магазине Aldo. Но вот у них тоже они есть. В основном у них эти сумки Aldo. Вот бюджетная Chanel. Если кому-то нравится дизайн дома Chanel, но у вас не хватает денег на Chanel-Chanel, то вот можно купить такое очень похожее. Тоже, кстати, это от Aldo. Стоит оно там что-то в районе 50 с чем-то долларов. Вообще все эти сумки, они где-то в таком ценовом сегменте от 40 до 70, по-моему, так. Некожаные, конечно же, потому что кожаные сумки у нас стоят намного значительно дороже. Классические такие. Видите, вот сумочки на каждый день. И такой очень умеренной расцветки. Удобная ручка. Я уверена, что у нее еще есть пристегной ремешок, что можно уносить через плечо. Здесь распродажа. И уже сумки... Сумка на выход такая, можно сказать, клатч. 29 долларов она стоит. И у нее еще... На нее еще скидка какая-то, не помню сколько. А сумки тоже такие, знаете, выбор так себе не очень. Вот это тоже праздничные сумочки на выход. Опять же на корпоративы, на рождественские вечеринки. Ну, ничего такая симпатичная, но, в общем-то, классическая обычная. Такие клатчи. Чуть не сказала клячи. Вовремя остановилась. И вот все в таком вот духе. Меховые сумки, конечно же, естественно. Поскольку этот тренд нас не покидает. Поэтому во всех магазинах они продаются. Дешево в дорогих магазинах. В принципе, везде они есть. Распродажи почти нет у нас сумки, кстати. Или тоже, опять же, раскупили. О, вот это вот мне понравилось. Это прям такая рок-н-ролл. Такой, знаете, красивая такая сумка. Сумка под змею тоже сделана. И вся в стразах, в шипах, в цепочках. Сделана у нее из цепочки ручки. 180 долларов. Ого, как дорого. Я думаю, что это кожа, наверное, раз она такая дорогая. В принципе. Потому что сумочка-то маленькая. Особо как-то на ней ничего такого нет. В смысле бренда. А может быть, за стразы такие деньги берут. Не знаю. Вот. Я приложила ее к себе. Черная. Она очень подошла к моему аутфиту. Я такая была. Total Black. И, в общем-то, да. Вот так совсем неплохо бы она выглядела. С моим пальто. С моими сапогами. Ну, и уже приевшиеся всем пельмени. Это тоже компания Steve Madden. Они немножко трансформировали. Они к пельменю приделали еще какой-то маленький такой круглый кошелечек со стразами. В общем-то, разнообразив. Пытавшись разнообразить. Такой уже старый, надоевший всем пельмень. Вот. Такой у нас сегодня обзор. Девочки, надеюсь, что вам понравилось. Было интересно. Всем привет из Канады. Люблю, целую. Увидимся в следующем видео. С вами была ваша Дита. А на сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok